В этом году вместе с ветеранами, школьниками, духовенством и руководством сельского поселения Новое Сыркорение могилу лётчиков посетили представитель муниципального образования Росхольский район Александр Мамонтов, депутат горсовета Николай Фомин, заместитель главы Десногорска Антон Шестеряков. На митинге царила атмосфера, пропитанная духом патриотизма и истории того времени, когда советские воины отдали свои жизни за нашу свободу. Мы должны это всё помнить. Мы должны передавать эту эстафету подрастающему поколению. Так как передается эстафета шефства за данные могилы лётчиков. У нас был куратор этого объекта, скажем так, ЦЭМ, сегодня этим занимается АО «Атомтранс». Большое спасибо им, большое спасибо жителям поселения. Мы с вами должны помнить, помнить их подвиг, помнить подвиг тех миллионов людей, которые отдали свои жизни, чтобы мы с вами жили под свободным и мирным небом. Мы должны помнить свою историю. Спасибо, что вы не забываете про это место, что вы сюда приходите. История о погибших лётчиках передаётся из поколения в поколение. В 41-м году местные жители увидели за деревней сбитый немцами горящий самолёт, а в нём двух мёртвых лётчиков. Их третий товарищ израненный, но живой, был отправлен в госпиталь села Якимовичи. По дороге он умер, так и появилась на сельском кладбище могила лётчиков. В нашей стране нет ни одного населённого пункта, ни одного места былых сражений, где бы не был установлен памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Этот обелиск был установлен работниками ЦЭМа 4 мая 1985 года, как раз к 40-й годовщине Великой Победы. И вот уже прошло ровно 33 года с момента открытия памятника. Тогда в возведении обелиска принял участие и ветеран Великой Отечественной войны Андрей Никонорович Седько. «75 лет назад фашистский сапог перестал топтать нашу смоленскую землю. За время оккупации, а это было 700 с лишним дней, мирных жителей на Смоленщине погибло 547 тысяч человек». В заключении мероприятия все собравшиеся выразили своё уважение к погибшим минутой молчания и возложили цветы к монументу. Каждый человек, уходя из мира живых, надеется, что его близкие и родные будут хранить воспоминания о нём, как он, в свою очередь, хранил и передавал память о своих предках детям и внукам. Благодаря этому складывается наше будущее. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.